И еще одна неточность Ничего толком не поменялось Вот такое начало у третьего сета Возможно, рано говорить о том, что Долгополов способен справиться на длинной дистанции пятисетного матча со Шведом Но уже он близок к тому, чтобы повести по партиям 2.1 В конце концов мы видим, как он набирает геймы И в прошлом сете, быстро взяв чужую подачу, он так до конца и прошел Брейкпоинтов у Сюдерлинга было 5, у Долгополова 4 Реализация хорошая у того и у другого Но еще гигантский ресурс в подаче Ведь у украинского теннисиста Я напомню, что у него пока 37% попадания первым мячом А свои первые подачи он выигрывает гораздо увереннее, чем Сюдерлинг 79% У Сюдерлинга 62% Так вот, если он будет попадать первым мячом регулярно То Сюдерлингу нечем зацепиться за обратный брейк Но это все пока из области предположений Конечно, настолько опытен Швед, что В общем, рано, конечно, списывать его со счетом Но играет Долгополов лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Просто никаких шансов не оставляет Сюдерлингу в равных по розыгрыше 15-0 15-0 Вот это настоящий удар Сюдерлинга По 15-ти Ну и опять Три мяча в этом гейме Первой подачи нет Вот и вторая Задержалась в пути 15-30 Сюдерлинг сомневается в попадании Ой, это Папайо попал Ну а что делать? Есть электроника Показывает, что весь мяч далеко за пределами корта находится Но Система Хокай придумана как раз для того, что такие Ситуация решать однозначно Еще одна блестящая подача 215 км в час Очередной рекорд Долгополова 40-30 Три подачи подряд Это восьмой эйс И со счета 15-30 Долгополов выигрывает важнейший гейм Закрепляет свое преимущество В третьей партии Какие-то заколдованные цифры Долгополова с Ценга На табло были только шестерки, тройки, единицы И вот сейчас только шестерки, тройки, единицы Аут, 0-15 Я вспоминаю, как бесился Ценга от того, что просто ничего не мог противопоставить И в этом бешенстве Были тогда признаки физического бессилия Ведь Ценга провел пятисетовый матч Он вообще-то с травмами Ему просто не хватило сил У меня такое ощущение, что и Сёдерлин попадает в такую же ситуацию Будучи абсолютно в форме 0-30 Я о том, что если сегодня Долгополов добьется успеха То и предыдущая его победа иначе может быть расцеплена Пожалуйста Сёдерлинг разобран на Винтики 0-40 А потому что нечем играть, если он играет в свой обычный теннис Долгополов отвечает и выигрывает А пытаясь Что-то изобретать, Сёдерлинг допускает массаж Ну здесь неудачно сыграл Александр Александр 15-40 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Фантастика! Очередной Проникающий удар Робин Сёдерлинг стёрт вообще с лица земли Два брейка 4-1 за 24 минуты уже второй сет по сути прибрал к рукам Александр Долгополов Он продолжает играть гораздо лучше четвёртой ракетки мира Ещё раз повторяю Если победа над Джовел Фредом Цанга казалась чуть-чуть ненастоящей Из-за того, что француз, кто видел, тот подтвердит Еле ноги передвигал Он либо попадал по мячу И тогда порой набирал очки Либо шаг даже не мог сделать В сторону, куда отправлял мяч Долгополов И казалось, она действительно такой победой от соперника То есть сегодня Долгополов выигрывает за счёт своей совершенно фантастической игры Выигрывает причём не у Цанга, а у Сёдерлинга Всё-таки, согласитесь, это уже следующая ступень, следующий уровень Хотя Цанга тоже большой игрок Тоже, я не зря его назвал игроком уровня первой десятки Он и в финале здесь был Теннис запредельно атлетически, да и технически Классный показал одно время Но не сейчас, не на этой стадии карьера А Сёдерлинг сейчас в лучшей своей форме И вот так вот Уничтожает Буквально его Долгополов Ну, конечно, рано говорить о победе Хватит ли Не физических, а именно эмоциональных сил Долгополову Чтобы так матч провести до конца Однако 4-1 с двумя брейками он впереди И вышел на подачу 15-0 Это уже 13-я ошибка Сёдерлинга в этой партии Идет шестой гейм Перед этим за два сета у него было 9 ошибок А сейчас 13 И первая подача 200-километровая Вообще практически никогда не дается Сёдерлингу 30-0 И сейчас попал Долгополов Ну и чистые выигрыши 25 уже в матче у Долгополова 16-ю Сёдерлинга 40-0 Просто в одни ворота И сейчас Сёдерлинг напоминает Джоэл Фреда Цанга позавчерашнего Он не ходит за мячами Он не видит в этом смысла И не видит никакого шанса отыграться Ну может быть в четвертой партии что-то поменяется Но эту По-моему Сёдерлинг уже Мысленно отдал 5-1 впереди Долгополов Это уже даже комично 0-15 Во взгляде сейчас был такой вопрос немой Откуда он вообще взялся этот Долгополов 0-30 Еще и заманил ведь первым сетом В котором вообще практически не играл Вот они невынуждные ошибки Я уже говорил вам Было 9 за два сета И 14 в этой третьей партии Вообще расклеился Рассыпался Сёдерлинг Ничего не может выиграть Подряд Один мяч за другим Это седьмой розыгрыш К ряду В пользу Долгополу И тройной сетбол Нет, после такого можно сказать Как же блестяще играет теннис Сжемил Фред Санга Он у самого Долгополова Отобрал две партии И ввел по сетам 2-1 Да Это вообще невероятно Нет, ну всё Долгополу Как-то совершенно без признаков усталости И неспособности играть А значит, понятно, что игра в теннис Это не только удар по мячу Это варьирование тактики Это изобретение каких-то ходов Это приспособление к сопернику К ситуации Всего этого нет у Сюдерлинга В полнейшем смятении Ну, комментировать здесь абсолютно нечего Чистые выигрыши 11-4 А они не начинают ошибки 4-15 Всё, что можно Сюдерлинг проиграл И по-прежнему У Долгополова Плохой процент попадания первым мячом Будь он хороший Не знаю, что тут 6-0, 6-0, 6-0 Должен был выигран Нет, ну рано, рано Опять же подчеркиваю Праздновать Потому что действительно Сюдерлинг имеет Ресурс Его первая подача тоже работает Слабенько В первом сете еще Были Мощные И не только мощные Но и очень Разнообразные подачи Которые позволяли набирать очки регулярно Ну вот Всего У Сюдерлинга 18 подач Которые не удалось Долгополову принять Из них В первом сете было, по-моему, около 10 Потом во втором 5 И вот в третьем 3 Они пропали Эти подачи Но это не значит, что Сюдерлинг Не способен Вернуться к игре Как минимум в своих геймах К игре Которая сделала ему славу Одного из самых мощных Стабильных игроков На подаче А если он за свои геймы Будет цепляться То Ситуация может и поменяться Но пока В одни ворота Четвертая партия 15-0 15-0 Субтитры создавал DimaTorzok Очень важно на старте партии Не позволять шведу поверить в себя Я вот По ходу Второго сета В тот момент, когда Сюдерлинг сделал брейк Уже имея первую партию выигранную Так вспомнил О Характеристике Скорее чисто человеческой Психофизической, чем игровой Сюдерлинг Что если у него идет игра Он этим успехом пользуется Он наматает на него другой успех Но обратное тоже верно Когда у него не идет игра Он разваливается еще дальше В общем, эту игру наладить сейчас Сюдерлингу Нельзя Позволь 15-30 По линиям попадает Сюдерлинг Один удар за другим И 15-40 Пять-день Полчение Забегал, запрыгал Зашевелился Швед сейчас Ну а Долгополов Срывает удар за ударом И вот Запросто все может мгновенно Измениться И уже Мне уже кажется Что многое зависит И большее зависит Сейчас от Робина Чем от Александра Хотя, конечно Мы видели Возможности Долгополова Он способен разрушать Игру Сюдерлинга И вести игру Более активную И находить В каждом розыгрыше Где Априори Равенство возникло Свои пути к победе Но это нужно еще Сделать Ладно